Приобрести монеты на FIFU 15 Ultimate Team на все платформы вы можете у Алексея Алалаева и Максима Иванова. Самые низкие цены, быстрая доставка монет и быстрое обслуживание. Ссылку на продавцов вы найдете в описании под этим роликом. Здарова, ребят! Я думаю то, что многие на самом деле сейчас ждали OneUp, либо YourSquad, либо еще что-то такое, но выходит вот такой вот ролик, смешанный что ли, и тяжело назвать, а вернее, приписать его какой-либо из моих рубрик. Сегодня, ребят, в большей степени будут разговоры, немножечко я вам расскажу о том, как обстоят дела на канале, что планируется и, в общем, выскажу свое мнение по некоторым вещам, что ли. Ну, короче, давайте постепенно начинать, ребят, всем приятного просмотра, поехали. Так, ну, обо всем по порядку, смотрим. Оп, а вот теперь у нас здесь вот находится та самая табличка из рандеву, таблица с футболистами и, в общем, что хочется по ней сказать. А здесь осталась нам, как вы видите, одна пара, но, ребята, у меня процесс немножечко застыл. С чем это связано? С тем, что у меня, во-первых, заблокировали аккаунт, а второй, с дорогими футболистами, я найти так и не сумел. Ну, знаете, я вот в процессе нахожусь, но желательно бы до FIFA 16 как-то закончить все это дело, то есть дойти до финала. Но как-то все будет, ребят, я пока не знаю, есть ли у кого есть желание предоставить аккаунт, так сказать, чтобы закончить этот самый проект. Пожалуйста, пожалуйста, пишите мне в личку ВКонтакте, я обязательно вам отвечу. Сейчас я вообще нахожусь, в принципе, без своего аккаунта и играю только исключительно на чужих. Также я думал по поводу того, какой записать ролик, что в нем будет, но почему-то идей как-то у меня вот не возникло много. Как-то, знаете, Your Squad только что был, Портнягин вот только что предыдущий ролик записал. Вчера была идея записать путь к первому дивизиону, то есть выигрывать первый дивизион. Если кто смотрел ранее мои ролики, то вы знаете, то, что я туда вышел, даже сыграл уже два матча, из них одна, по-моему, поражение одно и одна победа, но что-то не помню. Ну и, в общем, на PlayStation я попробовал взять этот самый первый дивизион, опять же, с другого аккаунта и что-то у меня вот вообще вчера не пошло. Я выиграл четыре матча, одна ничья, у меня там было два поражения и вообще был не готов продолжать, в общем, дела у меня, откровенно говоря, плохо были. Бомбил очень много, ну, выглядел, в общем, немного не так, как я выгляжу в обычные дни, в обычных матчах. Ну и в итоге я не смог, естественно, нарезку сделать, чтобы выложить на YouTube, я хотел, я хотел, даже вебку специально отдельно записывал, но в итоге выкладывать-то, в принципе, нечего, я ничего и не выиграл. По планам на канал немного хочу сказать, кто помнит проект Checkpoint, ребят. Ну что, может быть, попробуем еще раз? Ну, я, конечно, понимаю, да, это там уже какой раз я пробую все дела и даже что-то как-то не смотрели особо все это дело, потому что, ну, не получалось все у меня, откровенно говоря. Доработка правил нужна была какая-то и так далее. Ну, я предлагаю, ребят, еще раз попробовать, у нас есть PlayStation, если вы хотите, давайте, подержите, что ли. Ну и еще одна важная информация, скоро будут важные багер-матчи. Я их ожидаю в FIFA 15, поиск против небезызвестных ребят, скажу вам сразу. И самый важный багер-матч тоже состоится в сентябре, в FIFA 15, естественно. Думаю, вы все это оцените, в принципе, я сам жду этого матча. Также у меня есть даже еще одна рубрика в запасе, но в FIFA 15 что-то я пока не хочу ее реализовать, потому что она занимает некоторое время, то есть я не смогу там ее закончить этот самый проект за неделю, да. Мне там понадобится несколько месяцев, наверное. Да кто знает, может и меньше, ну, в общем, посмотрим, как у нас пойдет вообще делать все это. Вообще, мои ожидания в FIFA 15, ну, знаете, по режиму Ultimate Team вряд ли что-то кардинально поменять, кроме режима футдрафта, если не ошибаюсь. Ну, и как-то вот, знаете, ну, скорее всего, ролики будут примерно такие же, то есть это мнение, это проект рандеву, который я перенесу в FIFA 16. Нет, создам новый, правильно. Вот, форварды немножко дешевле будут, может, какие-то информации в карты будем брать. Но это уже потом я решу, пока вот то, что имеется, я знаю, что я рандеву точно в 16 запущу. Багер-матч продолжится у нас, может быть, еще какую-то рубрику запущу, о которой я еще не думал. Ну, также, ну, мысли о чекпоинте есть, но я не знаю, если вы хотите, ребят, пожалуйста, я могу попробовать. Путь к первой дивизиону не будет, сразу говорю, потому что доел всем и, в принципе, никому это все не нужно. Проект Your Squad я тоже, пожалуй, оставлю. То есть я буду покупать крутых игроков, рассказывать о них, и вы будете собирать состав. Кстати, пацаны, что не участвуем, давайте поскорее, поактивнее. Нужно бы набрать хотя бы участников так 100, чтобы я мог уже выявлять победителей, потому что в первый раз и то было больше. Пацаны, сейчас репостов 70, там, наверное, примерно, давайте хотя бы еще 30 человек заявим, и я-то уже тогда буду выбирать победителя. Кстати, очень быстро там набралось, 30-50 лайков, там аж 700 почти, не ожидал. Приятно, ребят, приятно, спасибо большое за то, что вы поддержали это. Многие, кстати говоря, в последнее время, играя матчу, Ultimate Team ввиняют в своих поражениях сыгранность. Ну, вообще, честно, я не очень понимаю, потому что... Ну, ребят, чисто мое мнение, вот сколько я играю, вот, с самого начала FIFA даже, я в 14 играл без химии многими игроками, абсолютно никакой разницы. Кто бы там что ни говорил, хоть у игроков там десятки, хоть у игроков тройки, единички, они все равно будут играть одинаково. И химия, на мой взгляд, это процентов 5, может быть, от игры. Ну, процентов 20, может быть, это к вашей команде, там, с тоцами и тоцей игроками, но... Вот оставшие 75% от однозначной руки. Какой бы там состав круто ни был, все возможно обыграть. Я вот в своем ванапе это доказывал, ванапе за Суареса, ванапе за Портнягина. Это все реально. Кстати, ванап за Портнягина мы закончим, закончим, закончим к 16 фифе, я в этом уверен. Так вот, ребят, никогда, никогда не скидывайте все свои поражения на то, что у вас где-то там химии, может быть, не хватило игроку. У меня Неймар играл на фейер-вест с тройкой, и, знаете, ну, забивал нормально, как бы, ничего в этом такого не было. По вчерашнему стриму я еще понял, что шурель на форварды нельзя ставить. Ну, это уже сив-карта, как бы, ну, форвард, серила, вообще никакущий, вообще ноль полный, ну, подвел, подвел, откровенно говоря. Ну и, собственно, вот, ребят, предлагайте свои идеи по поводу того, какой ролик делать в следующем. То есть, ну, у меня пока, как бы, вариаций не особо много, скажите, что вам интересно, и самый залайканный пост, ну, так сказать, будем оформлять. Будем оформлять и уже думать, 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 как все это дело реализовать. Как я сейчас сказал. В общем, кого больше всех залайкают, такая рубрика и будет следующая. Сейчас, кстати говоря, в ближайшее время стримов будет довольно много, потому что мне Герман с командой Классико, мой хороший друг, знакомый, и коллега, ну... Этот человек, в общем, обещал мне, так сказать, помочь с этой картой. И стримить я буду очень много, ребят, будем постепенно там набирать средства на какие-то, может быть, вагер-мач, на какие-то мероприятия на канал, или просто там, ну, так сказать, открыть паки, не знаю, вот, буду для вас стараться работать на Твиче, и подключайся, подключайте, ссылку я оставляю в описании. Я общаюсь с аудиториями, отвечаю на ваши вопросы, очень часто играю с подписчиками, и, в общем, ребят, это ваш шанс, если вы хотите со мной поиграть на PlayStation, пожалуйста, вперед. А Герман, кстати говоря, Герман молодец, вот мы с ним начали в одно время, и прикиньте, у него уже больше 25 тысяч. Конечно, понимаю, наказание, все дела, это все интересно, но Герман просто, во, красавчик. Респект. Очень, на самом деле, интересный человек, и ролик у него с каждым разом лучше и лучше, кстати говоря, ссылку у него тоже оставлю в описании, если интересно, переходите, смотрите. Ну, если кто не знает, конечно. Ну, и вот, как только карта приедет, то есть это ближайшие недели, я рассчитываю, так, сегодня вот у нас 2 сентября, ну, и я начинаю стримить, больше стримить, а качество роликов постараться поднимать. И сейчас у меня только к вам вопрос, что вы хотите видеть на канале, потому что у меня пока что не особо много идей. Рандом на 100 тысяч, ребят, пройдет после того, как Your Squad будет завершено, то есть я вот два подряд не буду это делать. Подождем, пока Your Squad сейчас завершится, второй выпуск, и там я уже запускаю рандом на 100 рублей, или 100 тысяч. 100 тысяч, я, по-моему, так говорил, по копанинге. Если кто не смотрел, тоже смотрите, ребят, обязательно. Ну, и для тех, кто не посмотрел, вот здесь ванат на Портнягина, и вот здесь вот, что тут у нас, по копаник вроде бы, я не помню, но вроде да. В общем, ну, эти ролики на самом деле тоже довольно-таки неплохие, правда, о них просмотров не особо набралось. Ну, ребят, на самом деле старался, так что заходите, смотрите, и поддержите меня пальцем вверх. В общем, ребят, вот такие вот, собственно, у меня дела, я не знаю, что еще можно рассказать. Будут ли вайгеры с известными фиферами из топ-4 точно нет, ребят, сразу говорю, потому что вопрос не получается, по финансам не получается. Вот, с кем-то можно договориться, но денег нет, с кем-то вообще не договоришься. Есть возможность сыграть с рухой, но это, опять же, деньги нужны, и пока что я, так сказать, не набрал на это все дело, но посмотрим в ближайшем будущем, что будет. И если у кого есть желание помочь мне в этом самом деле, то, пожалуйста, пишите в личку, и будет на самом деле очень приятно, потому что сейчас на самом деле на карту вот уйдет там, я не знаю, от 5 может до 12 тысяч рублей выйти на эту карту, черт, что просто записывать в HD и хорошо стримить. Ну, сумасшествие, в общем, полнейшее, сейчас затраты пойдут. Ну, и пока не знаю, как оно все у меня будет обстоять это. Ну, и, в общем, пожалуй, это у меня все. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка также находится в описании. Участвуйте в конкурсе YourSquad, также ссылку на... да почему ссылку? Сами, в принципе, найдете на канале, это довольно-таки популярный у меня проект, если вы не видели, так что заходите, участвуйте, ставьте пальцы вверх и поддержите меня. Все, ребят, тогда на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и... с вами был Фаворит. Всем до скорых встреч, ребят. Всем до новых роликов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok